Доброе утро! Рады вас видеть, тем более с новостями. Ну, может быть, чуть попозже приоткроем завесу наших телезрителей, нашим телезрителям. А сейчас давайте начнем с того, чем вы сегодня занимаетесь, когда грядет 50-летний юбилей, то есть такой некий рубеж в жизни. То есть вот на сегодняшний день чем заполнена ваша жизнь? И не открыли ли мы тайну, которую вы пытались, может быть, каким-то образом закрыть? Ты про юбилейный юбилей? Ну да, мы, видимо, не любят свои даты и возраст. Ну, во-первых, есть определенные моменты, когда нужно потихонечку сворачиваться. Допустим, у меня была терминальная структура. Вначале я начал расширяться, делать большие коллективы, салоны и так далее. Наступает момент, когда уже думаешь о том, чтобы остаться, может быть, с одним салоном. И как бы для души, это уже как бы работа для души, не только для того, что это надо. И вот настал этот момент, когда вот мои 50 лет, я уже как бы закрыл свою сеть полностью и оставил свой салон. Это была моя мечта, чтобы с возрастом я работал и жил в том же доме. Это у меня получилось, это в центре города, это очень хорошо, и я очень рад. И поэтому мне сейчас сильно сбудураживает себя, и опять, как в былые времена, нет смысла. То есть мне хочется больше общения с людьми. И тогда было общение с людьми, но это было как бы все в попыхах, это быстро, это все о делах и так далее. То есть вы хотите сказать, что наступает момент, когда уже не нужна эта гонка за какими-то результатами, местами, пьедесталами, а когда можно просто заниматься любимым делом, получать от этого удовольствие, реализовываться? Можно так сказать. Допустим, я сейчас с уверенностью могу сказать, что наша работа можно распределить на несколько этапов. В начале жизни, когда ты начинаешь работать просто парикмахером, это нужно постоянно работать, создать, рано вставать, поздно ложиться и опять рано вставать. И работать, 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 для того, чтобы получить опыт, навыки и так далее. И имя. Потом уже наступает роль стилиста, когда ты уже должен создавать образы, когда у тебя опыт парикмахера помогает на то, чтобы создавать образы. Когда ты уже начинаешь стилизировать людей, начинаешь зарабатывать определенное имя в обществе. И у каждого, то есть это однозначно, у каждого появляется мысль открыть для себя нечто собственное дело. Собственное дело, работать на себя уже. Ну, в основном все открывают один салон или одну парикмахерскую, скажем, на этом останавливаются. Вы пошли дальше в свое время, да? Ну, я пошел дальше, начал делать конкурсы и так далее. Ну, я говорю о этапах жизни парикмахера. Потом наступает момент, допустим, вот тот момент, который наступил у меня, когда мне, может быть, даже и некрасиво вот так, может быть, выеживаться, выходить, показать опять среди первых и так далее. Нужно уступить молодым, потому что наша профессия, она связана с красотой. И, допустим, ну, я не могу сказать, что они красивые, но так и с бородой, как бы, немножко с пузом. Ну, не место для того, то есть, как бы, выходить на сценах, делать мастер-классы и так далее, шоу-показы и так далее. Нужно, чтобы быть динамичным, нужно быть молодым. Вот это присуще этим людям. Моя роль уже приступает в роли стилиста-советчика, стилиста, который может давать какие-то указания, наказания, там, какие-то советы хорошие. Делиться опытом. Делиться опытом. Наступает тот момент, когда, допустим, моя практика, ну, в этом году, у меня как раз за 30 лет, как я начал работать в эту отрасль, накапливается определенный опыт, жизненный опыт, когда ты видишь много семей, когда они женятся, как разводятся и так далее, там, подобное. И я, допустим, начинаю принимать роль, как бы, дипломата, чтобы… Урегулировать как-то, да? Урегулировать каким-то образом эти конфликты для того, чтобы сохранять эти семьи. То есть, давать… Ну, процесс другой, как бы, и получаешь удовольствие, наверное, тоже так же, как в молодости, когда ты творил, просто творил. Сейчас, получается, и творишь, и психологическими, как бы, помогаешь людям психологически, вот, советами и так далее. Вы самокритичный человек? Да. Да. Как ты это чувствуешь? Мне не нравятся, допустим, самооценки, как бы, это должны делать люди сами, то есть окружающая среда или люди, они сами должны тебя назвать каким-то образом. Я не могу, я никогда, вот, не назвал себя стилистом, пока общество не назвало меня. Потому что это, скажем, раньше давали, допустим, были экзамены, давали на модельера, стилист-модельера, парикмахер первого класса, второго класса. Сейчас, как бы, такого нету, они люди, то есть мастера, молодые, они сами себе придумывают название. Стилист-художник, стилист-модельер международного класса и так далее, тому подобное. Я никогда этим, я не любил это дело, то есть это право общества. Виктор, вот вы разговариваете про общество, то, что вы ждете, ну, не ждете, а вы приветствуете, когда все-таки мнение идет со стороны. Такое мнение произошло и в вашей жизни, потому что благодарность вас нашла. Мы узнали из вашей социальной сети, кстати, что вы получили медаль, награду от взрывок министра обороны Республики Молдова. Вот что это за медаль? Кстати, у нас сейчас находится прямо на столике, можете я показать, пожалуйста, нашу презрителю? Необычный презент для стилиста и армии, стиль и армия, что вас связало вместе? Ну, во-первых, для меня тоже был сюрприз, когда мне позвонили с Министерства обороны и спросили, кем я служил, есть ли у меня, как называется, военное название и так далее, тому подобное. Я думал, что война началась, начали меня вызывать. И очень было приятно, когда приехали и меня как бы вручили эту медаль. Я просто спросил, за что? Я не имею ничего с армией. И мне сказали, что это медаль, которую получают миссионеры, дипломаты, люди, которые в своей профессии призывают людей к миру, призывают людей к красоте, общению и так далее и тому подобное. Это остается меньше работы для армии, меньше, как бы, мы обезоруживаем армию путем, ну, своими делами. Своей деятельностью, да? Добрыми делами, да, добрыми делами. Вот. И у меня было очень приятно. Это первая, конечно, награда, которую я обычно не ношу никаких там медалей, никаких там, у меня даже колечек нет, кроме часов. Я ее носить не буду, конечно, но она будет стоять у меня достойно. Почетно, конечно. То есть это вообще неожиданно? Никаких призвестников не было? Нет, честное слово, нет. Честное слово, нет. Я никогда не ожидал, что я... Я знаю, что всегда правительство не особо обращает внимание на людей, которые они творят, работают в обществе. Если это и делать, то только посмертно. А тут у меня получился вот такой неожиданный сюрприз. Приятный сюрприз, но это не последний сюрприз, который ждет вас и всех ваших друзей, потому что глядет ваш юбилей уже 17-го числа. Насколько я знаю, что вы хотите организовать специально какое-то мероприятие по этому поводу. И делать не просто день рождения, а более что-то торжественное. Как всегда, пресса приезжает события, они узнают больше, чем знаю, даже я сам, который себе устраивает этот праздник. Ну, я всегда любил делать все необычное. На этот раз, как бы, мой юбилей будет связан с тесным кругом. Я собрал самых лучших друзей, людей, которые я их люблю, которые имеют отношение к моей жизни. Это около 300 человек. Их больше, конечно, но некоторые уехали за границу. И я делаю спектакль. Делаю спектакль. Это парикмахерское искусство, как оно продвигалось с времен Египетского, Древней Египет, Древняя Греция, барокко, стиляги и так далее. Это все уроки истории от ада. Да, и, значит, и мое отношение к этой профессии будет связано. Будут стали, видимо, материалы, когда я только появился на экранах телевидения. Наверняка там попадут и ваши... Какие-то записи, да? Какие-то записи, потому что ваши коллеги с удовольствием давали постоянно после передачи на память диск с этой передачи. Ну и будет такой спектакль где-то час-двадцать, час-тридцать минуты с пробивками, где будут наши певцы. Вы удивительно скромный человек. Вы рассказываете о чем-то действительно таком грандиозном и уникальном, но при этом так спокойно и скромно. Наверное, вот такой он и должен быть путь настоящего мастера. Спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию. Перед праздником обычно не поздравляют, но все же с наступающим вас юбилеем от всей нашей программы. Очень здорово, что вам удается приходить к нам, уделиться своими... Спасибо. На своих событиях. С вами был Виктор Микуша. Мы не прощаемся, продолжим нашу программу. Совсем скоро вернемся опять в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова